Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о витаминах. И если вы помните, я надеюсь, что вы помните, мы с вами закончили предыдущую встречу, обговорив клинические проявления витамина В6 или передоксин. Следующий витамин, о котором мы поговорим, он тоже из группы В, это витамин В12 или цианкопаламин. Такое длинное название у него фармацевтическое. Еще раз повторю, чтобы вы меня хорошо расслышали, потому что иногда в аптечных формах он продается только так, а вы не сориентируйтесь. Цианкопаламин – это одно слово. Цианкопаламин. Итак, витамин В12 прежде всего регулирует процессы кроветворения. Он необходим для синтезирования гемоглобина и красных кровяных телец и эритроцитов. Кроме того, он оказывает чрезвычайно благоприятное действие на центральную нервную систему. Соответственно, он необходим в случае повреждения или поражения центральной нервной системы, что довольно часто встречается, к сожалению, у детей, родителей, с которыми мы разговариваем. Итак, суточная потребность витамина В12 или цианкопаламина для взрослого человека составляет 3 микрограмма. 3 микрограмма – это суточная потребность взрослого человека. Основным источником витамина В12 являются продукты животного происхождения. Это говяжья печень, это говяжьи почки, ну, субпродукты сердца, меньше его, не намного меньше его в мясе, в сырах, в твороге, ну, и в других продуктах молочных, типа кефир, сливки, сметана. В растительных продуктах витамин В12 практически не содержится в организме человека. Витамин В12 соединяется с некоторыми ферментами золочнокишечного тракта и образует соединение, которое не разрушается в кишечнике и всасывается благополучно в том виде, в котором они попадают в организм. Витамин В12 – единственный из водорастворимых витаминов, которые не выводятся вот просто так, а попадая в клетки печени, он там хранится и используется организмом для создания вот гемогламина по потребности, вот в зависимости от того, насколько это организму нужно. И вот здесь будьте внимательнее, пожалуйста. Почему? Потому что недостаток витамина В12 возникает прежде всего у людей, которые находятся на так называемой вегетарианской диете. То есть люди, не потребляющие продукты животного происхождения, они практически всегда находятся в состоянии в таком вот недостатка витамина В12. И в этом состоянии у них могут возникать соответствующие проблемы. Кроме того, может возникнуть так называемая вторичная недостаточность витамина В12. Она связана с тем, что вот того фермента, который соединяется с витамином В12, в желудке может не хватать. И тогда, как бы вы не насыщали организм витамином В12, он всасываться будет очень плохо. Он будет просто разрушаться микрофлорой кишечника. Поэтому очень важно посмотреть, а есть ли этот вот фермент. Он называется, я могу сказать его название, ну так, для общего развития, наверное, да, гастромукопротеин. Такой белок, фермент, который вот соединяется с витамином В12. Что же возникает, какие проблемы возникают при гиповитаминозе витамина В12? Прежде всего, это заболевание крови. Это анемия, причем анемия очень тяжелая, когда резко снижается гемоглобин, и это проявляется в слабости, в головокружении, в одышке при физической нагрузке и так далее. На самом деле, это заболевание лечится, ну, при современных средствах медицины достаточно легко, но не надо забывать, что при применении препаратов витамина В12 в таблетках, он попадает в желудочно-кишечный тракт, и там все зависит от наличия вот этого фермента гастромукопротеина. Если его нет, вы хоть всю упаковку витамина В12 выпьете сразу, не поможет. В этом случае необходимы только внутримышечные инъекции. Но в этом нужно разбираться каждый раз индивидуально, от чего не хватает витамина В12. Следующий витамин, о котором мы успеем поговорить сегодня, это так называемый витамин, который называется фолиевая кислота, или фолоцин. Ну, чаще всего на аптечных упаковках пишется его первое название, а именно фолиевая кислота. Его роль в организме, она, в общем-то, сводится, обладает достаточно большим спектром действия. Во-первых, она так же, как и витамин В12, участвует в процессе кроветворения, а именно в процессе создания эритроцитов и гемоглобина. Кроме того, фолиевая кислота участвует в процессе роста и развития клеток, то есть рост организма, его развитие, в том числе и физическое, и умственное развитие, процессы деления и обновления клеток, в том числе и нервной системы, коры головного мозга и так далее. Во всех этих процессах участвует, в том числе и фолиевая кислота. Потребность взрослого человека в этом витамине равна примерно 200 микрограмм в сутки. Еще раз дозу говорю медленно, чтобы вы ее могли зафиксировать. 200 микрограмм в сутки. Это доза взрослого человека. Фолиевая кислота в пищевых продуктах достаточно широко распространена, но всегда в очень малых количествах. И при термическом обработке практически вся фолиевая кислота разрушается. Поэтому нельзя воспринимать фолиевую кислоту как витамин, содержащийся в пищевых продуктах. Ну, понятно, что, скажем, говядина, говяжья печень, рыба и так далее, она не может в сыром виде это употреблять. Поэтому надо понимать, что фолиевая кислота, несмотря на содержание в этих продуктах достаточно большое, вы не получите из них. А вот молочные продукты, например, творог, овощи, а именно цветная и белокочанная капуста, зеленый лук, вот там содержится большое количество фолиевой кислоты, и в дрожжах тоже содержится большое количество фолиевой кислоты. Но, опять же, не забывайте о термической обработке. То есть для взрослых оказывается наиболее богатой фолиевой кислотой витаминный продукт – это пиво. Как ни странно это прозвучит, но детям не надо давать пиво, ради бога. Воспринимайте все, что я говорю, не настолько буквально, просто нужно еще иногда включать голову и думать. Значит, ну, не все так печально с фолиевой кислотой. Дело в том, что она синтезируется определенными видами бактерий, бактериальной флоры кишечника. Поэтому, если с флорой все в порядке, если нет глистов, если нет никаких нарушений дисбактериоза кишечника, то фолиевая кислота может синтезироваться непосредственно самим организмом. При дефиците фолиевой кислоты, ну, помимо анемии, то есть снижения гемоглобина и эритроцитов, возникают очень часто воспалительные процессы полости рта. То есть фолиевая кислота стимулирует, как бы, развитие молочницы, развитие стоматитов полости рта, развитие каких-то там язвочек, каких-то сухостей, трещин и так далее, и так далее. Это все дефект фолиевой кислоты. Никотиновая кислота, это мы говорим о следующем витамине, никотиновая кислота или витамин ПП, ниацин, ниацин, его фармацевтическое название, но чаще всего пишут витамин ПП или никотиновая кислота. Витамин ПП участвует в процессах, стимулирующих деятельность клеток, то есть клеточное дыхание, рост и развитие, омоложение клеток организма, регулирует холестериновый обмен в крови, то есть уровень холестерина в крови способствует правильному протеканию водно-солевого обмена, то есть регуляцию наличия солей в организме, что необходимо для организма, стимулирует правильность работы кровеносных сосудов, то есть мышечный тонус кровеносных сосудов, и нормализует работу желез желудка для формирования правильного выброса ферментов желудка для расщепления белков. Суточная потребность витамина ПП для человека равна примерно 14-28 мг. Еще раз повторяю, суточную дозу 14-28 мг в сутки для взрослого человека. Источники витамина ПП – это мясо, печень, говяжья, горох и фасоль – основные источники витамина В, ну и дрожжи, опять же, мало витамина ПП в рыбе, вот, в овощах и фруктах очень небольшое количество. Где-то тепловая обработка уменьшает наличие витамина ПП, ну, примерно процентов на 20. Поэтому, имейте это в виду, а консервирование, замораживание практически не влияют на содержание витамина в продуктах. Значит, гиповитаминоз, витамина ПП, может развиться при длительном использовании в питании продуктов, содержащих кукурузу. Вот кукуруза, она плохо влияет на усвоение витамина ПП. Но чаще всего нехватка витамина ПП возникает в случае нарушения работы кишечника. Это, опять же, глистная инвазия, это колиты, это энтериты, это частые поносы и так далее. При гиповитаминозе витамина ПП, при его недостатке, страдает прежде всего кожа. Она меняет цвет, она становится морщинистой и шершавой. Меняется язык, на котором возникают трещины и язвочки. Соответственно, возможность попадания вторичной инфекции очень велика. Ну и при гиповитаминозе ПП нарушается функция желудочно-кишечного тракта. Возникают такие вот привычные непонятные поносы. Какие-то изменения, нарушения, появляются какие-то боли в животе, непонятного характера, метеоризм и так далее. Это связано с изменениями, недостатка, вернее, витамина ПП в организме. Ну, на этом наша очередная встреча подошла к концу. И в дальнейшем мы продолжим рассказ о витаминах. Нас еще ждет масса интересных открытий и полезной информации. Поэтому до новых встреч и берегите себя.